Естественно, государство Украина существовать не будет, все равно это Россия. Даже в определенный момент, когда все это началось, висели баннеры на Украине, которые назывались «Проект Россия». Это был 2008 год, тогда был скандал. И все вернется на круги своя. Просто когда все увидят, что русский народ наконец занялся делом, построением светлого будущего, все бросят оружие, перекуют мечи на орала и опять возьмутся все за одно большое, светлое, хорошее дело. И будет счастливая земля во всем этом пространстве. То есть, если я правильно понимаю, государство Украина просто полностью перейдет в состав нынешнего. Да. Вот давайте. Да. Просто само государство Украина, оно растворится в России. Россия, она захватит весь мир. Но чем? Не оружием, не танками, не ракетами, а любовью нашей великой культуры, нашим русским языком. Все это еще предстоит. Это описано во многих пророчествах, начиная там в Ванге, Кейсе, у Серафима Саровского, у многих святых. Везде красные линии, красной нитью проходят, что Россия, вся надежда на Россию. Вот как раз об этом мы и говорим. Ну то есть, если говорить об Украине, то это как бы прозвучавший звоночек и первая ступень. Украина как раз это первый прозвучающий звоночек и первая ступень к объединению всех вообще во всем мире. Будущее, оно вообще будет без границ. Будет свободное прохождение всех коммуникаций. Все просто согласятся, как Федор Михайлович Достоевский говорил, по одному евангельскому закону. Люби ближнего твоего, как самого себя.